Всем привет на этом канале, я Пётр Лавыгин и мы продолжаем путешествие по Украине. Посетив Киев и Харьков, показанные в предыдущей серии, дальше мы с Дынечкой отправились в сторону Одессы. Одесса это город, который любят все. Я же лично жалел, что не полетел туда на самолете. Тема украинских дорог во главе стола этой серии. Слушай, а сейчас тут период отпусков и многие особняки в Харьковской Рублевке стоят абсолютно пустые. Смотри какие сливы. Давай залезем в что-нибудь дом, помародерствуем. Мародерствовать я люблю. Я хочу туда залезть. Мне срочно надо там ходить по домам, мародерствовать. Вот этот нормальный домик. Злая собака, а нет, злая собака. Проезжаем мимо. О, и квитанция торчит, смотри, из почтового ящика. Значит, точно давно не было дома хозяев. Сливы. Давай по великой русской традиции у украинцев напитим слив. Ты думаешь прям так? Только как-то надо как-то перелезть. Объект находится под охраной. А вот здесь вот аккуратненько пролезешь и калитку мне откроешь. Так, главное, чтобы за нами двустолочка не следила из окна соседа. Ты там подтягиваешься, ногу перекидываешь, садишься верхом на забор, потом ногу скидываешь. Все, в чем проблема-то? Я так говорю, как будто я всю жизнь только вот домушничал. Если что, ты меня не знаешь. Так, как Крым и крымские чебурики жрать, так это мои первые, да? А как сливы спиздить у харьковщан, так это мы тут это, засели посередине. Забора. Ложишься, животом полностью сюда. Не хочу. Ну ладно, я поехал, все. Не хочу я этих слив. И яблоко не хочу. Не дай бог урожай плохой будет. Оп-стоп, мы подошли из Саула. Оп-стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды. Удачно зашли, смотри, какие хоромы. Взглядом, бляд, верезым посмотри на это море. Медвижательские с тобой знатные. Темные надо брать. Во что мы их собирать будем? Ну что-то это не подумали. Ну сейчас, обнесем всю остальную деревню. Ялта, Карпаты, сады Гинницы, золотые хлеба Полтавы. Правда, они не очень что-то золотые. Город, где родилась Людмила, наше все, Марковна Гурченко. Чиж сформировался, как исполнитель. Земля, воспитавшая Эдуарда Лимонова. В общем, благодатный край. Благодатный. А названия какие у населенных пунктов? Крысина. Бабенки. Вовчик. Репки. На почтампе смеяться будут, когда такой адрес напишешь. Безруков. Свинари. Бабаки. Шубы. Зайцы. Мерло. Зубы. Очнулась, да? Сейчас в село Великая Бабка поедем. Вот прямо сейчас. А еще украинцы очень зачетно переобулить из советских сапог. Это называется декоммунизация. Из начального Ленина в этом памятнике я узнал уже только монтируя видео. Вообще, очень много вопросов в личку приходит по поводу пересечения границы Украины гражданами России. Расскажем подробнее. Ну, на границе в этот раз было все гораздо проще, чем в прошлом году. У нас было с собой и приглашение от гражданина Украины, и обратные билеты. Ну, чтобы меня как боеспособное лицо пропустили. Но как только пограничник увидел эту девушку и сказал, а, это которая у Гуцулов разъявилась? Ну... По-моему, она пчела, Маша. Я сейчас по-моему, прокуратура. Сказал, пропускай. А потом мы въехали в Запорожье. И это, пожалуй, самая большая ошибка на маршруте. Я и так-то от Запорожья особо ничего не ждал. Ну, такой унылый, депрессивный город. Естественно, что для живущих в нем это незаметно. Глаз-то у них замылен, а вот снаружи оно виднее. Мы не успели даже еще в отель заселиться. Эротический массаж Запорожья. Наш салон не предоставляет интимных услуг. Мы предлагаем более изысканный вид удовольствия. В Запорожье даже пришлось заночевать. Гостиница хорошая, приятная. Вот окружение ужасное. Ну, в принципе, дети симпатичные. А эти места, где можно стоять вне мусора, не вступив в него, нету. В городе есть вонючая река, из которой иногда закидываются во внутрь местные экстремалы причудливые малые архитектурные формы. Есть кортица с ряженными казаками, которые, правда, не сподвиглись на выступление во время моего приезда. Ну, так сказать, ладно, а пойдемте без них. Все в наличии. Ну, по-моему, я пойду. Ну, и красавица Днепрогресс. Тут вообще ощущение, словно казаки накануне бухали жестко. Ну, и, в общем-то, все. Поехали дальше. Многие местные предупреждали меня, что после Запорожья, вплоть до, ну, например, Херсона, дорог не будет. Это все, это пиздец. Это вообще ты прямо дном будешь ехать. Ну, отъехали от Запорожья где-то часа полтора. В принципе, терпимо, терпимо. Ну, не те ужасы, по крайней мере, которые мне рассказывали. Но вот где-то уже на придонном участке вот такое вот шикарнейшее покрытие. По камушкам едем. Надо доехать, надо, надо. Нет, все-таки правы были. Дороги в этой части Украины – это конкретнейшая жесть. Яма на яме, выбоины на выбоине. Просто порой едешь в той полосе, которая, ну, хотя бы есть. Че, страшно, да? Это еще цветочки. Из Запорожья до Херсона ехать, ну, часов пять. Но многие едут в огромный объезд через Киев. Похуй на время, зато машины и колеса целы. Я же решил рискнуть. На картах Google состояние дорог в этой части Украины вот красными ручьями превращается в жесткое месиво. Это такой, это такие дорожный ад. В западной части Украины все более-менее нормально. Ну, и есть еще и, конечно, участки вообще черной категории. Уж только не знаю, правда, на чьей территории они находятся. Ну, там хотя бы, я не знаю, бомбили. А тут-то что было? Вот чтобы можно было быстро разрулить ситуацию при возможных проблемах на дороге, я себе сразу в Е-каталоге переставил локацию с России на Украину. И цены теперь в гривнах. Ну, что здесь, значит, может мне понадобиться? Во-первых, шины и диски. Хотя, в принципе, украинские дороги такие, что забрать они у твоей машины могут все, даже душу. Но пока не будем о грустном. Просто держим руку на пульсе и далеко Е-каталог не убираем. Сраные украинские дороги. Вот когда уже подумал, что все, проскочи. Уже половину пути от Запорожья до Херсона проехали. Около какого-то пруда. Сейчас будем смотреть, что там. Прямо вот все вокруг даже посмотрели. Ну, в общем, днищем мы заехали капитально. Дотянуть бы до Херсона теперь. Все, съездили на курорт. Короче, безопасно для машины. Можно ехать только вот посередине дороги. Когда кто-то тебе навстречу движется, то приходится делать шаг в сторону обочины, а там все, да, вот так вот все. Я проехал весь мир и мог бы, в общем-то, привести такую нарезку состояния дорог в разных странах. Вот Северной Кореи, Эфиопии, Армении, Грузии, России и так далее. Но что-то маленечко западло. Поэтому поверим на слово. Украина страна отличная. Дороги говно. Короче, при просмотре в Википедии статьи про славный город Херсон мне вырезалась в память, что здесь есть дом аж в перуанском стиле. До революции там жил консул, и даже флаг Перу развивался. Мозаикой какие-то индийские орнаменты, сказано, выклеены. Здравствуйте, с праздником. И вас также. Вот, только что люди, можно сказать, отливали на здание, а тут, оп, уже и с праздником. Самое главное, теперь мы знаем, как выглядит перуанский стиль. Я даже и не догадывался о таком. Скажите, пожалуйста, есть в нашем городе набережная? Да. Для променадов. Где, куда идти? Раз, два, три. Нет, ну вот видно, видно, город зажиточный. Приятный город. Лучше, чем Запорожье, это точно. Мне кажется, лучше, чем Запорожье, в этой жизни вообще все. Ну да, 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 в принципе, много красивых домов. Ну, как вот тот же, который в перуанском стиле. А есть вот, например, дом, в котором находилась штаб-квартира Суворова. И этот дом в таком состоянии, что пиздец, товарищи. Решили устроить такой пикник на закате по дороге из Херсона в Николаев. Шаурмы купили. Движемся из Херсона в Николаев. Дорога вот как бы в темноте более-менее производит... Ничего себе такое впечатление, но... Осторожно, осторожно. Очень осторожно. Сейчас, сейчас, сейчас. Едешь 30 км в час, потому что шансов оставить где-то дно, проколоть колесо или еще что-то. Шансов, во! Палочки жмут сюда, вот эти две. В Николаевском отеле не работает сливной бачок. Сейчас придет Афоня-мастер. Ну, если что, вызывайте меня. У вас какая-то сложная система. Ну, что делать тут? Со временем можно и мойку заменить. Если ввести в интернете самое известное место Николаева, то это окажется... Усы! Выпьем за любовь... Нет, Николаевский зоопарк, куда мы сейчас с вами и отправимся. Касса накрытела. Все. А скажите, бегемот уже вышел на работу? У нас их два, и работают ежедневно. А, все нормально, да? А то я думаю, как в Чебурашке, там, опоздал немного. Первый раз вообще в Николаеве у вас. Да, я вам коту зоопарка подарю. Значит, бегемоты прямо по аллейке. Прямо слона и жирафа пока нету, но жираф едет. Мы три года ждем. Тварины Певденно-Схидной Азии. Животные Юго-Восточной Азии. Вот. У тебя вот такое же лицо бывает периодически. Оно у меня с утра такое бывает. Прекрасный зоопарк. Голос Абадзинского, вонючие вольеры, животные в неволе. Эй, пацан, стой, слышь? Эй, пацан, эй, щи. Есть пять рублей? А курить есть? Да че ты? Да я знаю, есть. А мелочь? А мелочь есть, а пять рублей? А мелочь? Да че ты мне гонишь? Есть у тебя все. А если найду? Слышь? Найду если. Че, че, ничего. Мне кажется, они чувствуют твой паспорт. Вообще вот я заметил, что все аннотации к животным на украинском, а все предупреждения, типа не кормить, не перерезать на русском. Потому что это мы не грамотные твари. Я буду помнить, только этот вольер всегда. А вы, товарищ, почему не стреляете? Смож? Давай, вон как это, у Челентана вон. Орангутанов. А вам ту обезьянку. Дайте ей обезьянку. По банкам она будет. По банкам 25, 35, 50, 70 и 100. Как думаете, у нее есть шанс это вообще? Ну, вот так, по жизни. Пожалуйста. Нихрен на себе. Я вам могу другую винтовку дать. А почему как я попала, вы мне сразу винтовку заменить захотели? Я так поняла, что вы прицельную планку сомневались, что там. Вы знаете, я не очень падка на призы, которые у вас здесь. Колечко, Тиффани, я бы не отказалась. А так что вот это все ерунда. Вы сюда зарядите один патрон, я выстрелю отсюда. Знаете, как муж, могу сказать, лучше не спорить. Я уже поняла. Стрелять не умеешь? Вадиль на стрельбище. Сколько нам осталось до победы? У меня уже в ваших. Золотые слова, как говорится. У вас еще 2 выстрела. Она девушка непростая. В такую мишень 5 раз стреляете, набиваете 47 очков, в принципе, получаете винтовку. А теперь без обид. Без обид. Я вам напомню, основу меткого выстрела. Неправильно, я служена для стрельбы. Нет, я имею в виду, что я, если вы поняли на непреданность, у вас полная гармония. Я имею в виду, больше понимать, больше уделять внимание. Вот же. Она этого заслуживает. Ну, конечно, с такой-то стрельбой, конечно. Женщина дзен просто. Вот, настолько дзен. Мне кажется, это так круто выиграть в Украине оружие. В общем, вот так вот мы погуляли в зоопарке. А почему в зоопарке? Чтоб тебя никто не узнал. Дорожная Николаева, здесь цветок. Давайте почитаем, о чем мечтает современная молодежь. Иди тусуйся на стороне. ЛГБТ-любовь моя. Каддафи. Неожиданная надпись здесь. Видимо, поезжал в Николаев. Трахни юнгу жестко. Тоня и Алина ловят автобус. О, Николай 20 лет. Давай позвоним. Здравствуйте, это Николай. Да. Я бы хотела с вами познакомиться. Это типа кто? Ну, если я хочу с вами познакомиться, значит, мы еще не знакомы. Логично. Но у меня как бы девушка есть. Ну, я же вас не к сексу склоняю. Ну, я не знаком. Мне интересно к другим девушкам. К другим девушкам? Вы же не видели меня еще. Я очень красивая. Поздравляю. Давайте встретимся сегодня вечером. А то я потом уеду, и вы никогда не узнаете, что вы упустили. Круто. Ну, ничего страшного. Я как-нибудь это переживу. Мне говорили, что вы более общительный, незакомплексованный. Что я говорил? Каменный цветок. Ну, значит, они немножко приукрасили. Я слишком счастливый, незакомплексованный молодой человек. Жуками такой. Я боюсь знакомиться с девушками. Вдруг они меня укусят или скажут, ай, какой ты красивый. А, или некрасивый. Тогда, Николай, знаете, я приеду через год и наберу вам. Можете, я тоже не расставлюсь. Да я не прошу вас расставаться. Что за паранойя-то у вас такая? Я через год вам наберу. Мне кажется, вы еще не готовы ко мне. Ладно, Николай, спасибо вам большое. А это те ребята, которые задонатили в пользу этого канала после минувшей серии. То, что новые серии продолжают выходить. И их заслуга в том числе. Реквизиты, как обычно, в описании. Карты, донейшн аллертс, пейпал, биткоины и так далее. Все это... Дорога летела в Одессу. Не, ну как летела? Подождите. Украинские дороги лететь в принципе не могут. Вот посмотрите, центр Николаева. А это выезд из него. Ну и уже в Одессе все проезжающие машины начали указывать мне на спущенное колесо. Доехали. Спроси, где ближайшее, вот покрасьте дальше. Никогда в жизни не было, чтобы я поехал в Украину и все колеса остались целые. За всю свою жизнь два раза у меня спускало колесо. Два раза всего. Оба раза в Украине. Удивительно, что вы не почувствуете. Ну разберись, Сереж, все равно колесо выкидывать. Так и ребята хоть диск, в смысле это треховую делать. Я, может сказать, из-за них мог в аварию попасть. Из-за этой прокатной фирмы, которая дала уже подстутые, а не сразу как бы нам сказали. Короче, ситуация такая. То колесо, которое было у нас с запаской, оно оказалось, ну немножко, ну на нем, короче, до Киева на нем не доедешь. Ну вот и Е-каталог пригодился. Локации у нас Одесса. У нас Форт Фиеста. Размеры шин 205, ставим 40, 17. Вводим эти данные. И вот у нас высвечиваются предложения по городу, ну из того, что есть. С адресами, магазинами. У кого дешевле, у кого дороже, сам выбираешь. Очень удобно. Ссылку на Е-каталог я оставлю в описании к этому видео. О, а сам пойду вот у этих украинских винтика и шпунтика, спрошу, какой же бренд из предложенного лучше брать. Ну а теперь спокойной душой можете найти видео. И я спокойный буду. Что ж, на этом все. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. Ставь дизлайк, если тебе возмущает состояние украинских дорог. Засылай донат в пользу этого канала. Если у тебя есть к этому потребность, подписывайся на мой инстаграм. На телеграм этого канала, чтобы не пропустить. Новые серии. Подписка с тебя, если ты здесь впервые. Ну и... Чао. Так это какая-то лажа, а не серия получилась, если честно. И хочется ведь думать, что дело не во мне. А просто, ну, города такие.